Я им задаю вопрос согласности. Добрый день. Я буду фиксировать. Да, как всегда. Смотрите, ситуация такова. Вам всего хорошего. Спасибо. У меня тут есть бумаги, есть записи. Я был у прокурора Прокопчук. Я общался с Шелестом. Сегодня и вчера его не было, потому что они где-то там, по-видимому, я так догадываюсь, який був взрыв в городе. Несчастный случай. Вот эти вот. Нехорошие, вы поняли? Это не несчастный случай. Да. Это несчастье. От слова несчастье. Несчастье, несчастные случаи. Вот эти, они очень плохие, надо их заканчивать уже. Это нехорошо. Прокопчук, по моим сведениям, посмотрела и сказала, все нормально, все хорошо. То, что мы с вами делали, ей понравилось. Ну, так как вы дознаватель, следователь, там вы независимый, правильно? Ну, не имеешь права кто-то до вас торгаться. Скажите, пожалуйста. Ну, согласно законодательству, не может никто виплевать на мою деятельность, кроме людей, которые имеют на это законный представление. Это да. Вы имеете право. Что имею право? Да. Вот сейчас вы на данный момент, оно у вас, этот документ, вы его взяли, скажите, пожалуйста. Криминальное проведение пришло до отделения полиции, так. Скажите, пожалуйста, оно сейчас у вас? Ну, на руки у меня сейчас нет, я еще не имею, я еще в райвдер, только-только зашел. Ага, ну, я понял. Ну, я еще, просто, ну, я еще работаю, поэтому я еще... Да, скажите мне, пожалуйста, когда мы можем сделать подозру? Юрий Химович, когда я полностью выучу материалы, я же не основной дознаватель, вы же знаете, что я не основной дознаватель. Смотрите, вот это слово, я уже понял. Я выучу, я подготовлю подозру, я надешлю ее прокурору. Смотрите, 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 смотрите ситуацию. Смотрите, я почему, на меня кажут, что я криминалист. Потому что есть такая посадка. Юрий Химович, а вот сейчас надо там переговорить по другому. Я сейчас буду уходить. Да, все, я перейду до корпорации. Да, хорошо, спасибо. Да, пожалуйста, конечно. Да, ничего страшного. Смотрите, смотрите, ситуация. С того слова, когда вы сказали, что вы будете его выучать, я уже понял, смотрите, смотрите. Ну, мне же долго рассказывать не надо. Извините, я близко не буду возле вас стоять. Мне долго не надо рассказывать, почему я, на меня и кажут криминалисты, где что я ухватил, я сразу понял. Знаете, что вы так сказали? Да. Дивите, скажите, пожалуйста, сейчас. Я уже понял, зачем вы vraagping. Сколько вам надо часу, чтобы вы его выучили? Сколько часов? Когда у меня будет вольный час, я его выучу. Скажите, пожалуйста. Я не могу, смотрите, я сейчас могу сказать, что у меня и годины будут придут, а через півгодины мне дадут зарочное завды. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Смотрите, несколько дней. Ребоших дней, да, все. Видите, я слышу вам, когда мы с вами сидели на ламках, на все. Я сразу понял, почему, что и как. Потому что вот там уже широкая криминальная проваливание. Хочу я вам сейчас отвечу на вот это, что вы сказали. Почему я только хотел вас выяснить, а сколько вам потребовалось времени. То есть, ну, вы не можете мне сказать то, что с Телегиным там что-то порешалось. Дивите, я вам сейчас объясняю. Через несколько часов выйдешь Инкаренко, и он все будет делать. Все. Вот нечего все делать. Ну, он же старший, да, это он старший. Нет, нет, нет. Дивите, скажите, пожалуйста, я точно, я точно угадал. Ну, скажите, вот только что вот эти слова мои. Инкаренко пока что на лекарня. Он завтра выйдет. Кто, Инкаренко? Инкаренко, он захворел, так. Он захворел, отпустил. Ну, я не знаю, когда он выйдет. Это не, я не владею информацией. Дивите, хорошо. Я Юрий Хомич, я вам сразу скажу, я его выучу. Надеюсь, шлюк проект. Если прокурор подгодить его, без питания. Я был в прокуратуре. Я был в прокуратуре. Я знаю Балакал. Ей надо работать в начальных классах. Ну, она не годится. Ей нельзя там работать, потому что такие, как мы приходим, и они все сдают. То есть нельзя их допускать к этим делам. Там профессионалы. Я вас прошу, пожалуйста. Вы можете написать «відвід на прокурора». Это же вопрос. Вы же знаете саму процедуру, что без подписи прокурора поведомленный предотвью не вручится. Правильно? Кого? Підозра? Не вручится. Без подписи прокурора. То есть сколько вам надо часу, когда вас подойти? Декольки рабочих дней. Когда вас подойти? Давайте вторник середу. У нас сроки все выходят. У нас сроки, дивися, все выходят. Якие сроки выходят? Сроки выходят по времени, по криминальному проведению. Сроки в будь-якому періоду можем вернуться с обвинальным актом до суду. Чтобы они продлили. Навіть, если сроки пришли притягнуть до високовки дальности. Не передбачаю. Є понятие закриття криминального проведения, за закінчення строков до судового расследования. Пункт 3.1 ст. 224. Скажите мне, пожалуйста, во время войны сроки существуют? Сроки, конечно. Тоже есть. Только эти понятия с вашего стороны, что сроки в дизнанке, они разносятся от понятия сроки в следствии. Вот у нас, если пройде, даже три года прошло, три или больше года, мы, если собираем достаточно доказательств о притягивании особи до високовки дальности, мы можем вернуться с обвинальным актом. В суд. А в суде уже будет приниматься решение, или закрывать криминальное проведение, или притягивать до високовки, или не притягивать, винен, или не винен. Это уже будет юрисдикцией судов. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, когда я до вас подойду? Юрий Химович, давайте, я скажу... Если Шинкаренко, смотрите, на больничном, значит, я прихожу до вас. Если Шинкаренко выходит, я прихожу до него. Так, так, все правильно. Вот, вот я почему я говорю, чтобы я вас не беспокоил. Юрий Химович, давайте, вы перейдете во вторник. Если я не буду понедельник на чергувание, вам скажут. Я просто не знаю, у нас график сдвигается, через то, что много високового станка. Я могу вам 100% сказать, что я не буду на чергувание. Хорошо, давайте так. Я в понедельник, в любом случае, до вас зайду, потому что мне не надо по судам там скасовывать кое-что. Ну, и то, чтобы у вас было... Да, да, совершенно правильно. Так, хорошо, я выключаю, я вам сейчас все... Здравствуйте, Украина, город Кривой Рог. Это дознаватель Чебан. У него начальник Телегин Сергей Игоревич, который дает им указание открывать дела, закрывать дела, затягивать дела. Почему он вмешивается в работу дознавачей? Ему заборонено это быть. Так же ж, вы слышали, замначальника дознания тоже ссылалось на кого? На Шинкаренко, который должен выйти. Чебан тоже на него сослался. То есть на молодых. Все. опытные этим не занимаются. Вы поняли? Опытные, по ихним словам, занимаются коррупцией. Где что можно взять? А тут же ж никто никому ничего не дает. С моей стороны. Чтоб заплатить, и они... А молодежь еще не понимает. Они еще не берут взяток. Вы услышали. Скоро вы будете смотреть прокурору. Так вот. Кто там постоянно возмущается, я вам сейчас скажу. Вот это нищий сорт мусоров, прокуроров. Почему? Потому что, когда мы их снимаем на видео, фиксируем, ихнее руководство это видит. Поняли? А руководство это выгодно. Поняли? Но когда руководство мы фиксируем, показываем, уже выгодно нищему слою, гнилому смотреть, чем занимается руководство. И вот они, кто на кого больше грязи потом сольет. Я в курсе дела, какую они грязь бьют. Это не мы. Я там ни при чем. При чем. Телегин. Это ты там все контролируешь. Собирай шмотки и езжай в село. В Софиевку. Мне там уже сказали. Так вот тебя, Телегин, мы будем контролировать. Мы придем. Нас будет много. Юристы. Ты меня слышишь? И ты будешь давать пояснение. Громада даже придет тебе. Мы тебя оттуда переселим. Другое место. Контроль продолжается. Смотрите прокуроров. Для улучшения вашей видимости на ютуб-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео. Рقём пою на��라고요. Рقём пою на улицу. с пят hullами. КОМ